добрый день друзья здравствуйте здравствуйте уважаемые зрители и так ну у нас вторая часть вторая часть программы которая была где-то несколько дней тому назад правда она идет на канале другом но есть на это какие-то причины поскольку я предполагаю что слишком разноплановая программа у нас идут на канале центра sun gates и возможно надо как-то это все упорядочить я надеюсь видно и слышно поскольку но как вы видите несколько другая обстановочка правильно у нас сейчас я надеюсь да что видно так ну что поехали для начала как всегда и если видно и слышно вы напишите да я сейчас попробую обратиться так сказать поскольку пока нету задержка возможно так давайте мы начнем тогда как всегда с нумерологии с нумерологии дня вот и так как мне не ответили видно видно и слышно прекрасно так тогда значит давайте начнем с нумерологии то есть люди которые родились сегодня у нас 10 июля 2021 года люди которые родились 10 июля находятся под влиянием солнца единичка урана нептуна и луны заметьте уран и нептун урана нептун это и северный и южный узел луны и три планеты которые две из них так сказать не имеющие массы но как бы их называют демонические мы наверное уже знаем много раз об этом говорили условно демоническими поскольку но поскольку поскольку то есть это планета не имеющие массы да но и влияние на человека они оказывают именно вот 10 1 не только кстати 10 числа но и 1 и 10 и 28 в какой-то степени но и поскольку у нас сейчас пока зодиакальный знак рака где-то до числа 20 20 21 а потом он будет потихонечку влияние рака утихать пока не придет полностью в зодиакальный знак либо ну и именно у тех людей которые делись первого десятого до 19 числа еще 10 19 и 28 числа довольно сильное качество которые были в программе про которые я рассказывал программе которая была посвящена вообще всем людям родившимся в июле месяце то есть достаточно поскольку это рак достаточно переменчивая такая жизнь будет то есть и жизненный путь будет переменчивый карьера будет переменчивая и какие-то отношения будет переменчивые странные какие-то против происшествия странные какие-то явления это все влияние вот этих вот двух планет уран нектун или раху и кету к сожалению но вот это так какие-то вещи которые происходят странные они могут быть на пользу это нет вообще никаких вопросов просто они усиливают такие качества которые мешают человеку жить вот именно эти две планеты и люди которые находятся под влиянием этих планетами вот проблемные какие-то моменты у них есть в жизни то есть первое и главное это в отношениях это очень серьезная привязанность к дому к семье браку и в общем то все по совести обычно характерно таким людям да но они очень сильно зависит от окружения поскольку ментальное у них слабое поле будем так говорить опять же влияние вот этих вот двух планет продвижение в жизни то продвижение в жизни до чувствительность какая-то есть без сомнения с какой-то скрытный характер это свойственно людям который внутри себя опять же это влияние вот этих двух планет но и хотите или нет дорогие именинники так или иначе у вас будут очень серьезные благодаря вашим способностью будет очень серьезная возможность и известность скажем так желание копить деньги у вас присутствует вот вот это как раз таки то что мешает продвижению вот именно этим обусловлено то что эта программа идет на этом канале мы об этом будем говорить поскольку думаю так что этот канал я сейчас объясню поскольку эта программа так сказать моя авторская поэтому я хочу объяснить какие-то вещи которые я не буду объяснять на главном канале я пару раз упоминал но по-прежнему очень большой разрыв между нашим материальным благосостоянием и нашим развитием как мы называем духовным до духовного развития еще очень далеко главное понять кто мы есть какая масса наша матрица но уже дойти до духовного эволюционное так развитие до духовного еще академия пока мы только в школе находимся вот ну ладно религиозность вот и религиозность присутствует у этих людей и как раз таки это тематика духовности потому что элемент религиозности безусловно как без этого если мы говорим о том но это не религия религия имеет к этому очень серьезное отношение но как таковой не является сегодня слишком много долго во всех религиозных эгрегорах вот недавно у нас только что не недавно вот только вот закончилась программа вселенной смирного полчаса назад мы как раз тоже об этом упоминали вот но еще раз вернемся к людям родившимся 1 10 19 и 28 числа то есть такие люди будут же достаточно скромно достаточно скромно и у них есть желание что самое интересное эти деньги которые у них появляется на пускать их на какие-то благотворительные проекты это очень хорошее качество ну и вот эти благотворительные проекты они будут иметь какое такое общее человеческое значение финансовое положение ну как и двойственное опять же то есть вот какие-то странные вещи есть то есть две стороны две группы причем они отличаются друг от друга резко то есть вот или так или так первая группа люди которые не посидуют которым все пофиг им постоянно надо менять место жительства место рода работы то есть они постоянно какие-то приключениях венчат они не могут жить без авантюра без каких-то путешествий причем беспокойный взгляд такой характерные бегающие глаза понимаете переключения с одного момента дергания какие-то там рук ног и так далее подергивание вот руки в карман обычно да то есть неспокойные 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 будем так говорят вот ногами шаркают кстати кстати есть ли это примета это не народная примета настоящая примета есть ли дом приходит какая-то женщина и она начинает ходить по полу и шаркать ногами это плохая примета вот то есть не не пускайте нечего пускай у себя дома шаркает у нас не надо чтобы она была примета серьезно вот так вот эти люди они шаркают ногами они не могут спокойно сидеть на месте это первая категория людей вторая категория людей это все фундаментально все скрытно все спокойно вот тихим сапом как говорят вот понимаете слышал я случайно о том что и президенты понимаете дворцы ими но тихонечко никто не слышал никто не знал но где-то как-то случайно открылась там дом майами там и так далее проезжал говорят как не знаю понятия не имею дом моя оказывается там с других стран и президенты в том числе имеют дома вот но еще раз не подтвержденные но такие вот тихим сапом они как-то завоевывает такие положения до хотят не хотят но если мы говорим возвращаясь первой группе там не поседовать эти вот которые там шаркают ногами вот у них вот шаркают вот у них и деньги будут шаркать шаркаться понимаете вот кстати вот я сейчас придумал что такое шаркать слово шарк шарк это акулы вот интересная аналогия но не буду ее развивать короче говоря проблемы с финансами но для тех людей которые со второй группы вот у них терпение какие-то осмысленные усилия вот примерно по поводу здоровья то есть нету такого но какие у всех юридических людей но кроме определенных марсиан допустим да у них нет такого здоровья сразу посмотреть пышет так сказать жара нет но очень большая жизненная энергия от рождения причем по болезням расстройства ну как и всем июльским людям это какой-то надо обратить внимание на диету желудочно-кишечную сарапку потому что трап потому что расстройство есть ну и если подобрать определенную диету так сказать вести себя правильно на то все будет но день недели поскольку 10 число это воскресенье сегодня сегодня нет суббота сегодня суббота воскресенье завтра то есть день недели их воскресенье но но поскольку это относится к узлам луны то еще есть и четверка еще есть и восьмерка то есть это вторичная дата на котором можно планировать свои какие-то определенные серьезные вопросы решение серьезных вопросов но солнце одежда солнца это золотисто-желтый оранжево-коричневый цвет уран это голубовато-серый цвет цвет электрик нептун все оттенки тоже электрик сизый белый но а луна понятно светлый белый и так далее это еще раз люди которые родились 1 10 19 28 числа камни камни счастливые камни это бриллианты это базы это юнтарь это сафир и это лунный камень но сегодня у нас суббота сегодня суббота это сатурн темный цвет черный цвет темно-синий черные камни сафиры и когда ли вот это рекомендация которая можно было бы носить так если мы посмотрим вопросы да перед тем как пускать там быть и на просить как имя и фамилия и дату рождения и не пускай тех кто шаркает да ну мы же не знаем пока знали что они шаркают ногами поэтому мы это в процессе узнаем вот ну так ладно хорошо дальше поехали дальше ну я еще раз повторю поскольку вторая часть я повторю и там будет вопрос итак самое главное человек раздается на земле чтобы выполнить свою программу она заключается в том что надо постигнуть свое божественное трудо это тоже называется духовность и это то к чему я скажем структурируя или центр открывается это то что я на востоке скажем почерпнул вот я как бы к этому вот и подвигаю себя самого но и всех присутствующих ну так желательно всем понимать свою божественную природу вот мы к ней пример которому принадлежим ну и вот эти все отношения между полами и между это все для того чтобы постигнуть свою природу и понять о том что какие-то вечные взаимоотношения это взаимоотношения только в таком намере творца господа бога и ну и душ да вот так как бы это самая такая глобальная такая цель но поэтапно и материальная сторона нашей жизни разумеется начале идет то есть я начну допустим вот просто именно вот этот сегмент а потом если или повторю для тех кто не слышал потом мы может быть продолжим то есть материальная наша жизнь материальная вселенная планета земля и так далее то есть это все временно но вся наша жизнь состоит из четырех стадий четырех стадий первое это голод потом насыщение потом пресыщение а потом отвращение вот так мы постоянно живем вот так вот мы постоянно функционируем именно в этих четырех стадиях ну что такое голод но вот мы хотим но просто хотим не то чтобы это проголодались а вот мы какую-то вещь хотим это неважно то ли это пища то ли это автомобиль то ли это для мужчин женщина то ли женщины и хотя вот буландынку хочу спины мозгом вот и пример ну все наверное любят птичье молоко птичье молоко классная конфета всегда любил берем вот и вот хочется птичье молоко но и съел бы сразу килограмм птичьего молока килограмм давай только давай буду есть то сегодня сел килограмм завтра сел килограмм послезавтра сел килограмм как бы не хочется после послезавтра уже килограмм да и вообще как-то как-то уже как бы по дна доела понимаете то есть голод уже утолен и наступает вторая стадия насыщение вот помните этот ну столько дело тонкая петруха да этот фильм да когда там успекает играл рещагина петруха опять черная икра вот надоело говорит хлеба хотя бы ты черная икра понимаешь давайте черную икру там ну сколько быть людей но ели бы и ели бы короче говоря первая стадия голод вторая стадия насыщение ну третья стадия это пересечения четвертая стадия отвращения в отношении я что самое интересное то же самое но смотришь ну вся вот такая вот ну вся вот вот ну как бы так бы сел да казалось бы да вот ну или может даже облизал и конфетно-букетный период и такие но голод голод но просто голод не только съел бы вообще-то говоря ну вот хочет хочу говорит лариса иванова хочу вот ну и потом первый раз хочу второй раз хочу третий раз хочу и как боже то же самое что с этим или птичьим молоком до какой-то момент и вот ты смотришь лежит она и сапит рядом причем она не просто сапит она еще похрапал вначале ты не замечал касается еще потом ты говоришь 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 вначале на слушать начали это как бы с упоением ты рассказываешь на слушай слушать тебе это нравится вот ну как наконец нашел нашел своего человека нас слушать ты рассказываешь все мы хотим чтобы нас ценили оценивали на ценивает а потом он оценивает и смотри закрою дура я уже все Но это не я, Каракин. Я уже все сказал. Ну, короче говоря, вот так. Ну, об этом мы поговорим, может быть, несколько позднее, поскольку время эфира как бы тоже у нас несколько ограничено. Давайте мы поговорим, скажем, вопрос поступил сегодня в нашу программу «Селена Смирновой». Это тоже имеет отношение, вообще-то говоря, как все это дело происходит у нас на Земле. Вот. То есть живем, живем, доходим до определенного возраста, бах, и вторая смена. Ну, имеется в виду светлый переход, и вторая смена уже в другом миру, понимаешь. Вот. И тут как бы уже, как бы, уже, как бы, подготовиться к неизбежному. То есть мы все время должны быть готовыми, все время нам надо к чему-то готовиться. Вот чего нам надо к этому готовиться? Как на Востоке. Они постоянно готовы к смерти. Да не хочу я быть готовым к смерти. Чем я быть готовым к смерти? Тем не менее, она ведь-то есть. Где она находится? И что будет дальше? Вопрос поступил следующий. Наталья спросила. Понятия «ангел-хранитель» и «хранитель рода», вот эти два понятия, они одинаковые или нет? Значит, изначально они не одинаковые. У нас люди образованные. В чате «Сангейтс Underground», на канале «Телеграм», приложение «Телеграм». Ну, и я скоро сказал сейчас более подробно. В программе, кто не слышал «Сангейтс Underground», я повторю. То есть, семь главных чакр у нас в теле есть. Мы их знаем, ну, знаем или не знаем, не имеет значения, но как минимум слышим. А вот другие чакры, которые рядышком, там, где-то на плечах, там, где-то там вообще, где-то высоко, где-то вообще под нами, да, под нами, какой там центр энергии. Мы же, как бы, стоим на земле, правильно, на полу, там, и так далее. А тут, оказывается, под нами на 30-70 сантиметров ниже уровня 100 находится чакра. Ну, их много, допустим, да, вообще, в принципе, ну, много. И вот эта чакра именно связана с местом, где находится хранитель нашего рода. То есть, это все мы, как бы, говорили, я просто еще повторяю, да, то есть, примерно 37 сантиметров ниже уровня стоп. На наших стопах, ну, наверное, кто там слышал или там смотрел по поводу, там, шааку, там, вот этот вот массаж, у нас есть проекция наших органов, как здесь, так и там, на ногах. Причем, знаете, как, вот слышали, наверное, да, ну, к примеру, кто не слышал, ну, смотрел «Собака на сене» в лопе до века, «Целую ваши ноги», имеется в виду, почему ноги, почему не другие части целы, почему нету «Целую ваши руки», «Целую ваши уши» и другие места, «Целую». Вот, как-то вот такое приветствие, «Целую ваши ноги». Имеется в виду, почему в Индии, где я бывал много раз, допустим, о чем идет речь? Речь идет о том, что знак почтения, уважения и любви, допустим, особенно к людям, ну, старшим, вот, пожилым людям или к родителям, да, подходит, я видел картину, утром приходят, у нас люди даже не здороваются друг с другом, муж, женой, редко услышат, там, доброе утро, да, это только русские могут быть, американцы, не, good morning, это чисто так, how are we doing, how are you, это чисто такое видео, привет, это не имеет отношения, никого это не интересует, ритуал такой, вот, а в Индии, значит, они кланяются и дотрагиваются он, и дотрагиваются до стоп отца, я видел эту картину, ну, взрослый сын, да, он утром приходит, и когда он встречается с отцом, он ему кланяется и дотрагивается до его стоп, вот, почему? Так вот, там находятся очень серьезные, ну, мало противорганов, ну, в общем, короче говоря, если брать эзотерический аспект, то, скажем так, вишну, ну, и тело, вишну, да, это тело, имеющее какое-то, ну, сейчас не буду описывать, это очень долго, там, ноги, там, стопы, ноги, там, колени, там, бедра, плечи, все оно имеет, там планеты эти, там планеты эти, и вот, вишну, во весь рост, это все 14 планетарных систем, или этих лок, да, которых, которым и мы принадлежим, то есть седьмая сверху, вот самая нижняя из верхнейших планет, это наша планета Земля, Кублока, она называется, да, вот, об этом мы говорили в прошлый раз, вот, а ниже находятся вот эти, вот, скажем так, миры, это еще не адские миры, но это, скажем, нижние миры, откуда выплывают или вылетают вот эти энноложки, допустим, они как раз-таки из нижних миров, они не сверху, они не из других планет, правда, это так там, ну, поскольку мы не видим, не знаем, поэтому для нас, если где-то взялось, она, естественно, с неба полетела, понимаете, то, что под землей мы же не видим, а вот на небе где-то так, что-то мы видим, вот, так вот, Питри-чакра, это называется, и она соединена с Питри-локом, Питри, с английской словом, это вот там, где находится наш род, ну, и вот, в программе Среди Смирновой я сказал о том, что там находится хранилище нашей родовой кармы, и ангел-хранитель непосредственно подчиняется, ангел-хранитель родовой кармы непосредственно подчиняется ангелу-хранителе рода Сома, Бога Луна и Ямарад, это верховный судья, куда все, так сказать, мы попадали после того, как мы перешли в другое, в другой мир свет, или темных небосредственно, кто как, так вот, вот эта Питри-чакра, это центр энергии, она активируется сразу после соединения сперматозоида и екциклетки, и согласно канонам, древним канонам, скажем, аюроризическим канонам, мы входим в тонкое тело нашей матери, это тоже было примерно 2-3 месяца до зачатия, а за 7-9 дней до момента оплодотворения мы перемещаемся, мы перемещаемся в тонкое тело своего отца, ну и после смерти мы утрачиваем только 2 наших тела, 2 наших тела, а их 7 и больше, ну 7, так сказать, главных, примерно как 7 центров энергии, да, то есть физическое тело мы утрачиваем, поэтому физическая смерть наступила, вот, остановка сердца, там, прекращение дыхания, там, серое, там, вещество, головной мозг и так далее, ну примерно 40-90 минут, где-то так, да, это физическое тело, а дальше в течение 49 суток, не 40, а 49, поэтому отмечать надо 9 и 49 дней, если кто отмечает традиции, да, поминает, да, 49, на 49-й день, а не на 40-й день, 9 и 40, вот, а это называется эфирное тело, вот эти 2 тела мы утрачиваем, ну, когда мы умираем, да, и вот, что мы с собой забираем? Мы с собой забираем то, что называется интеллект, да, на санскрите это называется будхи, или мы с собой забираем, ну, будем говорить разум, то есть ум, ну, ум умирает с телом, правильно, это мозг, там, это ум, способность мыслить, правильно, но разум остается, вот это вот называется интеллигенс на английском, хорошее слово, это не интеллигенция на русском языке, интеллигенс, это разум, условно разум, ну, чтобы было понятно, ум, разум и ложное эго, тоже было у нас, кстати, поздравляю, у нас замечательные наши зрители, которые разбираются, это здорово, а других, как говорится, не держим, понимаете, а вот те, кто из ада, они потихонечку уйдут туда, куда они принадлежат, как сегодня там человек, вот, вдруг заявил, ну, ради бога, каждому свое, да, свое место нашел себе человек, вот, ну, здорово, короче говоря, вот, когда мы умираем, то вот этот интеллект будхи, ум, смотрите, это манос, и есть еще чувства, их называют индрии, их несколько, мы об этом, может быть, поговорим, так вот, они, они фиксируются, то есть, есть такая вещь, ну, как бы, поговорка или закон такой, вот, если мы в момент нашего эволюционного развития, поэтому это очень важно знать, если мы идем по ступенькам, правильно, развиваемся, мы идем по ступенькам, и вот, когда мы достигли какой-то ступеньки, после которой уже все, да, смерть, то в этот момент вот это все фиксируется именно там, где мы есть, поэтому, когда человек рождается в следующий раз, инкарнируется, вот, с точки зрения нумерологии, если брать, у него есть определенные качества, которых он добился в прошлой жизни, на основании этих качеств он может дальше развиваться, постигать, идти или вверх, или вниз по ступенькам, да, вот, если он ничего не постиг, если он ничего не знает, быть хорошим человеком, там, этого мало, что такое быть хорошим человеком, есть люди, которые хорошие люди, они всем помогают, они всем, там, но они неверующие, то есть, у них нет варианта постигнуть свою божественную природу, что такое хороший человек, в материальном плане, да, он очень хороший человек, он действительно помогает, но ведь наша задача не быть хорошим человеком, а наша задача быть хорошей, ну, условно говоря, душой, нет такого понятия, но тем не менее, правильно, а мы человек, это тело, мы себя отразивляем, ассоциируем с телом, вот, то есть, что дальше, значит, смысл, еще раз, заключается в том, что, когда мы пытаемся себя, значит, эволюционировать, мы должны знать, как минимум, в чем мы состоим, значит, тело, вот это все, вот об этом мы сейчас говорим, так вот, это Питри-чакра, так, как она, то есть, все центры энергии, они соединены друг с другом, правильно, и, к примеру, если мы возьмем, вот, есть такое кундалини, понятие кундалини, да, кундалини-йога, к примеру, да, ну, это, скажем, вот это вот спираль, вот это серпентер, да, кундалини, это змея, змея, да, и, вот, мы говорим, сейчас мы будем поднимать энергию снизу кверху кундалини-йога, когда спрашивают, что такое кундалини, они объяснить не могут, ну, на пальцах какое-то объяснение, а конкретно ничего здесь нет, так вот, вот эти чакры, они соединены определенными нитями, и, вот, есть такое понятие, серебристая нить, она называется, ну, не важно, я даже не помню, как называется, но вот эта серебряная нить, серебристая нить Питри, ну, Нади, Нади, это означает каналы, значит, скажите, каналы, у нас их 350 тысяч каналов, вот, из них главными вот это вот 7, то есть каналы, это каналы, энергетические каналы, которые пронизывают нас и все пространство, и вот они соединяются, вот это, в данном случае, вот это вот Питри, Нади, это канал Нади, Питри, да, который соединяется нас с, вот с этой Питрилокой, это примерно то же самое, как можно привести аналогию, вот, Пуповина, да, которая отрицает, когда ребенок рождается, соединяет с матерью вот эту вот Пуповину, да, так вот, мы связаны с этой нитью, да, связаны с родовой кармой отца и матери, и с нашим ангелом-хранителем, и вот на каждого человека, на каждого человека влияет в той или иной степени карма рода, и если мы идем, это тоже было на прошлый раз, карма рода, то есть, скажем, мы, потом родители еще два, потом у них родители это уже четыре, ну и так далее, вот так, 126 человек нашего рода, то есть, это шесть поколений, вот мы седьмое, поэтому есть такое выворка, что грехи падают до седьмого колена, типа, да, вот, семь колен, ну, семь это известное, да, сакральное такое число, ну, здесь оно тоже используется, правильно, ну, и мы приобретаем определенный ряд качеств, вот с этими качествами этого рода, мы и живем, поэтому очень важно знать это все, вот эти качества, поэтому очень важно идти в прошлое, в прошлое для того, чтобы узнать, кто мы есть, имеете в виду, как прошлое, не это близнее, а прошлое, как у нас там Брежнев, там вот это все, там была колбаса, там была Дорковская, Любитовская, тогда это все очень, конечно, помнится, возможно, батон за 13 копеек, да, 9, я помню, 9 копеек мороженое стоило, 11 копеек стоило мороженое, там, скимо, 28, 9 градусов, ну, это так, вот, так, мы приобретаем вот эти качества, ну, и, но мы приобретаем качества не только положительные, ведь, смотрите, в нашем организме, как и везде, есть такое понятие, как вирус, да, вирусы, или сорняки, вот, допустим, мы наработали себе какую-то карму, негативную карму, и мы будем с этой кармой жить, пока не придет время, то есть каждому свое время, каждому событию свое время, вот завтра будем общаться, тоже на этом же канале, кстати, будем общаться с кармопсихологом, давно не общались, вот попробуем поговорить, ну, и нам не обязаны, мы обязаны, а как мы будем, мы же этого не знаем, правильно, вот поэтому надо это, надо узнавать, надо беседовать со специалистами, чтобы узнать, где находятся эти вирусы, то есть нам надо очистить наш родовой эгрегор, если мы считаем, что после меня хоть потоп, то это не так, после меня потопа не будет, то есть я помру и все, и на этом все закончится, нифига подобного, ничего не заканчивается, и все только начинается, вот, поэтому нам надо очистить все вот от этих, ну, в большей части это какие-то, какие-то информационные вирусы, и нам надо их, так сказать, очистить, да, дальше, надо знать мамочкам, есть такая штука, вот эта вот пуповина, которая соединяет нас с родом, вот это Питри и Нади, канал энергетический, когда женщина делает кесарево, этот канал блокируется, то есть это не, это искусственные роды, короче говоря, я не говорю уже про вот эти эко, там, ну, сами понимаете, да, сегодня все это искусственные вещи, и это все, ну, как бы нормально, в наше время это нормально, то есть, ну, никто же не спорит, это же хочется, естественно, и детей иметь, у кого не получается, тут, но просто об этом надо знать, это просто такая вещь информационная, поэтому, друзья, это просто информация, как мы к ней будем относиться, это же наше дело, я просто говорю, как оно есть, вот, то есть, вот это, или она полностью блокируется, или она частично блокируется, вот это вот, Питри, Нади, и это приводит к нарушению циркуляции, так называемого, отжаса, об этом мы не говорили, то есть, я все, все не соберусь сделать, вот про отжас, пару раз я уже упоминал, что такое отжас, что такое отжас, какие виды этого отжаса есть, отжас это, будем так говорить, запас энергии, достающийся нам от наших родителей, то есть, у кого-то есть запас жизненных сил, будем так говорить, и он хранится у нас, и мы можем его, расходовать, скажем так, очень неограниченно, то есть, как он расходуется? Он расходуется в виде стрессов, очень серьезных, он расходуется в виде каких-то всплесков, вот это, как говорится, адреналина, он расходуется, когда какие-то, ну, яркие, какие-то, ну, оргазмы, допустим, тоже, это идет расход этого отжаса, и этот отжас, это, в принципе, это наши жизненные силы, которые влияют на продолжительность, после жизни человека, если мы этого не знаем, ну, так это большой минус нам, но после нас потопа не будет, после нас будет точно такая же жизнь, если мы не сделаем выводы, то, разумеется, мы будем точно то же самое, и проживать в следующий раз, вот, то есть, и это не все, то есть, как только мы теряем контакт с нашим ангелом, хранителем рода, и всех предков, наступает быстрое старение и смерть, все, это не значит, что мы там взяли, посмотрели, там где-то там генеалогическое, это древо, нет, мы должны просмотреть все, потому что жизнь, в которой мы проживаем, и испытания, которые мы получаем в этой жизни, это все не случайно, нету без вины виноватых, никогда, пора учиться этому, и пора прекратиться пинять на других, о том, что это такой плохой, пора брать ответственность на себя, вот если те люди, которые будут сегодня жить именно с этим, а не заниматься всякой словоблудием, и всякой ерундой, и чтением вот этих, всей этой интернетовской чепухи, даже если это так, то, ну, значительно лучше будет, развиваться ли иными словами надо, и приобретать знания, потому что они создали нам, они, они нам создали, мы бедные и несчастные, они нам создали, какую-то вот такую, вирус какой-то, они нам создали, но не всем, наверное, они создали, они пускай и создали, но кто-то воздействовал, на кого-то воздействовал, на кого-то не воздействовал, почему вопрос, Ну, на это не ответит никто, что иммунитет у вас сильный, это ерунда полная. Понимаете? Это у каждого человека, вот это должность есть, у каждого человека есть видение, у каждого человека есть отношение к этому вопросу. Ну и так далее. Самое главное, что мы все до единого имеем качество, позволяющее нам это все перебороть и, скажем, действовать так, как положено нам действовать. Но хотим мы этого, это вопрос будет. Так вот, если, скажем, есть понятие хирургия, да, и вот эта хирургия удаляет какие-то новообразования, как мы знаем, но проблему оно не решает, они не решают никакой проблемы. То есть это время на удаление чего-то. Это обычная, скажем так, хирургия, ну, медицина. А есть понятие энергохирургии. То есть, если не удалить с помощью вот этой энергохирургии определенный блок, то тогда трудно восстанавливаться в случае каких-то травм, ранений и болезней. То есть, поэтому человек, вы смотрите, что происходит. В принципе, как у нас решаются проблемы с онкологией? Ну, химия, радиация, правильно? Ну, удаление, да? Но ведь если мы делаем химию или там радиацию, мы очень серьезно ослабляем организм. Человек уже после этого умирает не от драковой опухоли, а он же умирает от того, что организм не сопротивляется. Я вот в прошлый раз говорил, я забыл, как это слово. Кехиалтеры. Кехиалтеры – это вот клетки, которые, клетки убийцы, они, значит, сразу, у кого иммунная сила организма серьезная, они мобилизуются на, и, как сказать, со всех сторон, под прицелом держат эту клетку, раковую клетку, и они просто ее убивают. Но если организм в плохом состоянии, то есть нет иммунитета, клетка разрушается, опухоль разрушает и так далее, и так далее, к сожалению. Вот. То есть сегодня, на сегодняшний день, по данным, ну вот по статистике, в Соединенных Штатах и Европе, допустим, в случае кесарево сечения, только 20% производится по истинным, ну по тем показателям, которые действительно угроза жизни. Вот. Или ребенка, или матери. 20%. А 80% – ну, быстрее, да, но более, меньше. Скажем, взяли наркоз, ну и все. Вот и все. Вот. То есть, причем 40% вообще без всяких показаний, вообще никаких показаний. То есть не хотят терпеть, современные женщины не хотят терпеть боль во время рода. Вот. Но придется расплачиваться детям, внукам, правнукам. Ну, мы же, как всегда, думаем только о себе. Мы же воюем со своими близкими только потому, что нам так хочется воевать. Потому что мы их считаем виновниками. Она его, а он ее виновником. Понимаете? А то, что там дети уже появились, это же никого не волнует, верно? То есть, вот оно, сегодня так оно происходит. К сожалению, это ведь так. Вот. Хорошо. Это у нас Питри и Чакра. И вот интересно, за что отвечает следующая Чакра, которой тоже нет. Ну, мы знаем. У нас же есть Маладхара, Свацкистана, Манипура, Анахата, Ришутха, Аджна и Сасра. Это мы знаем. Это как бы все. Ну, по-другому, может, называют. Не важно. Но, в принципе, это знают. А вот Питри и Чакра не знают. Правильно? Не часто мы слышим это. А есть еще понятие Ида-Чакры. Ида-Чакры. Ида-Ипиндала. Да? Вот есть такие две собственностьские слова. Так вот. Ида-Чакры, они проецируются в область между основанием пальцев, ног и пятками, выходя вниз за пределы стоп на 5-10 сантиметров. И они излучают свет темный. Вот как черный. Вот. Черный серебристым отливом. При медитации, да, можно на них медитировать. И можно ощутить, те, кто этим занимается регулярно, ну, и по науке как бы, да, то они могут, люди ощущают какой-то аромат вспаханного какого-то поля, скосной травы, которую мы все знаем, да. И вкус меняется в зависимости от возраста. И еще Ида-Чакры, они связаны с вороной. Вот. Кто такой вороная? Есть у нас четыре, скажем, ну, грубое тело состоит из тонких элементов, да, из тонких элементов. Вот. То есть земля, мы знаем, да, земля, вода, огонь, воздух, ну, и эфир. Вообще четыре, как считается. Вот, допустим, у нас, в пример, четыре стихии, правильно, вот четыре стихии, четыре масти, это тороп, к примеру, да, вот четыре масти. Ну, пятая умалчивается, это более тонкая, из которой, кстати, выходит все, из эфира все выходит, в общем-то говоря. Так вот, каждой стихии соответствует божество. Вот. Ну, не совсем так, возможно, я писала, но это современный взгляд, современный, скажем так, взгляд на литературу, визическую литературу, как можно описать. Вот, как Елена Смирнова, допустим, девы, девы, да, но их много, вот, они тоже девы, они полубоги, да, вот эти вот высшие существа. Вайю – это ветер, ворона – это вода, агни – это огонь, и притвы – это воздух. Вот. То есть это божества, божества. Они имеют структуру, как именно, просто мы их не видим. Для нас они бесплотные, как Елена сказала. Нет. Они, для нас, да, бесплотные, мы их не ощущаем, но мы много чего не ощущаем. У нас все-таки 5 органов, всего 5 органов чувств, у нас всего лишь 3 измерения. Поэтому о чем еще речь идет, когда было 64? Вообще, что мы видим? Так вот, ида-чакры, они связаны с вороной, то есть это бог воды, морей и океанов, да, ну, Нептун, там, ну, потом это все пошло уже, так сказать, развиваться в греческой, там, древнегреческой, там, мифологии и так далее. И Пхуми. Пхуми – это богиня Земли. Пхуми. То есть они поглощают энергию Земли с помощью своего ангела-хранителя, да, и направляют его снизу, энергию ее, и направляют ее снизу вверх по восходящему каналу Чандра-надзи. Чандра-чандра на санскрите – это, это, чандра – это луна, да. Во время вдоха через левую ноздрю, то есть человек в норме, он дышит попеременно. Ну, кстати, на этом основано вот это один из элементов восьминства вечности семьи, его прана-яма, да. То есть мы закрываем, ну, определенная конфигурация, то есть как надо держать, там, пальцы, там и так далее. Вот. То есть мы не затыкаю там кулаком себе, там, назрю, а именно вот, то есть вот это, вот эти два пальца у нас. То есть если в норме, да, то есть у нас нету заложена там одна, там носополька заложена другая. Ну, и мы, соответственно, разговариваем. Смотрите, правая сторона – это мужская сторона, левая сторона – это женская сторона, ида и пингала, да, вот мужская и женская стороны. И, то есть мы через вдох, да, мы через левую ноздрю, вдох, да, могут брать вот этот поток Земли, поскольку мы связаны, вот здесь, опять же, в нумерологии, есть такое понятие энергия, да, энергия. И вот здесь, скажем, двойка – это энергия, а четверка – это здоровье. Так вот, считается, как бы так, условно говоря, по этой пифагорейской нумерологии, вот у человека матрица в его, пифагорейской матрице, у него, допустим, нет четверок, да, но зато у него много двоек. Например, вот если у него нет четверок, а много двоек, это означает, что у него такой мотор, бегает, прыгает, но это не это, то, что кинетическая там энергия, там потенциально нет. Это как раз-таки энергия имеется в виду, энергия, которую мы можем брать, и мы обязаны подпитываться энергией вот через эти самые и до чакры, и брать Землю, энергию Земли и тянуть вверх. Но человек не всегда сможет это сделать, то есть есть два условия, которые надо выполнить, вот эти два условия. Человек должен находиться в вертикальном положении, то есть если мы сидим, это не годится, мы ничего не сделаем, то есть 100% вертикально должен стоять. Значит, в движении тела на 100% и в статике, если мы стоим, 50%. Далее, что очень важно, и я думаю, откуда вот я все время, я всегда любил ходить босиком, я не знаю почему, ну не наверное, собственно, я знаю, теперь я знаю почему, раньше как бы я не знал. Но теперь я знаю, собственно, я жил на той территории, где это все было известно, где это не потому, что там мы ходим, а именно если мы стоим босиком на земле. И причем не имея значения, ну конечно, лучше не на асфальте, а лучше на земле, поэтому я хожу босиком. Бывает и, так сказать, зимой, но не то, что гуляем там босиком, иначе и так смотрят на Больдову. Вот покажутся в таком виде в цивильном городе Чикаго. Будет показывать, понятно? Нет, американцы не будут показывать, ну подумаем. Вот, так вот, короче говоря, стопы должны прикасаться непосредственно с земной поверхностью. Босиком это работает на 100%, в натуральной обуви на 70%, в синтетической на 50%. Асфальт уменьшает примерно процентов на 30. Эту энергию, ну, поглощение этой энергией снизу вверх. Поэтому, когда человек сидит и лежит, энергия земли способна наступать в тело только через Питрию чакры. Кстати, есть очень четкое указание, когда человек, допустим, ложится спать, правильно? А ложится спать, он тоже соединен с нашим родом, вот этой серебряной нитью, и поэтому во время сна он может где-то путешествовать. И вот есть четкие показания, если человек ложится на правом боку, засыпает, на левом боку засыпает. Вот так сказать. А я лягу, прилягу, край гостинца. Руки в широкую раскину, головой на поворот, ногами, на крае туман. Вот, то есть, вот так вот как бы, да? Ну, вот, вдоль туловища. То есть, можно определить тогда, какая у него связь с Землей, допустим. Вот, если, ну, это, там, где-то в других программах и так далее. Вот, дальше. Земной поток, энергия земного потока, она очень сильна после восхода Луны, но мы насыщаемся этой энергией в основном во время сна. Вот. Ну, если человек, еще раз, это рекомендация, спит примерно на 70 сантиметров от поверхности Земли, 70, ну, а когда мы живем в этих самых домах, то у нас нет связи с Землей. Мы, конечно, можем это, да, но это непросто, короче говоря. То есть, если более чем всего 70 сантиметров от поверхности Земли, у него, и если у него заблокирована вот эта вот Питри и Надя, он будет регулярно недополучать прану. Кажется, мы уже час в эфире, да? Пора заканчивать. Вот, то есть, если он будет недополучать прану или вот этот Земли, да, энергетический поток Земли, это будет приводить к истощению его отжиза. Еще раз, отжиз – это запас наших жизненных сил. И поэтому старики, к примеру, да, они же, ну, как, они же уже дошли до этого возраста, они не понимают, да? Ну, все, что надо сделать, надо выйти на улицу и снять обувь. Нет, так они еще носки на себя напяливают, понимаете? А на них еще ботинки, ну, и так далее, короче говоря. Вот, есть специальная техника, ну, сейчас нету ни времени, ни вообще, я… Ну, есть, неважно, эта техника, вот. То есть, в течение, в принципе, 20-25 минут можно получить суточный запас вот такой энергии. Ну, надо ее выполнить. И вот Земля с этой, то есть, я говорю, через вот эту Питри-чакру, да, которая находится, не знаю, только что разобрали, мы можем получить энергию непосредственно в манипуру чакру. То есть, для чего нам это надо? Для того, чтобы энергия, она обеспечила устойчивость организма, то есть, к каким-то климатическим изменениям. Ну, то есть, мы знаем, да, о том, что есть люди, которые реагируют, допустим, на какие-то магнитные бури, перепады атмосферного давления, радиоактивные какие-то излечения, инфракрасные, геопатогенные излечения, и так далее, и так далее. Вот. Энергоинформационное заражение. Когда мы слушаем или смотрим, ну, очень немногие люди, да, вот, допустим, есть люди, которые телевизор вообще не смотрят и правильно делают, а есть люди, которые, ну, им надо разряжаться, короче говоря, а у них такая энергия, что надо как-то сбрасывать куда-то энергию, потому что телевизор, они вытягивают энергию. Общение по телефону вытягивает энергию. Ну, и так далее. Вот. Что еще? Ну, и еще вот, вот эти иды чакра, чакра, да, иды чакра, и вот эти индрии, которые, значит, с ней вместе, вот энергетические каналы, они обеспечивают связь с индриями, а это свойства ума. То есть через органы чувств мы воспринимаем, через, ну, пять наших органов чувств мы воспринимаем объекты материального мира в их форме. То есть мы видим сейчас, да, который что-то бухтит, Майкл сидит, и что-то бухтит. Мы его ассоциируем, ну, с образом, да, с костюмом, там, чем-то еще. Вот. Но мы можем, у нас не хватает той энергии, да, бинду ее называют еще. У нас не хватает энергии войти в, не в слова, то есть мы как, опять же, сегодня вот Елена Смирнова говорила, то есть мы слушаем, но не слышим. Почему? А потому что мы потеряли способность вот эту энергетическую на тонком плане ощущать сущность. То есть очень немногие, да. Вот я, допустим, о чем-то говорю, но я не просто так же это говорю, правильно? Я, в принципе, как бы, ну, наверное, соединяюсь, и я очень хороший визуал. То есть я это вижу, чувствую, слышу, и так далее, и так далее. Поэтому, но в основном слышен только звук. В основном слышен только вот на плоскости, то, что лежит на плоскости, а то, что в глубине этого нет. Поэтому мы можем с помощью вот этой энергии видеть и чувствовать смысл предметов, допустим, да, что внутри этого предмета есть. Мы можем совершенно безошибочно определять, допустим, пищу, да. Вот. Я прочитал сегодня, ну, надо сказать, есть такая компания, Tyson Food, называется Tyson Food. Они recall Tyson Food, ну, они там в основном коры, да. Вот. Они recall что-то там больше ста тонн этих кор, почему? Потому что нашли в них нашли какую-то какие-то две какие-то бактерии, которые очень какие-то страшные бактерии нашли. Ну, они не так страшные, что человек сразу помрёт, но у него будет очень после употребления вот этих корочек, понимаете, будет очень себя чувствовать, особенно для пожилых людей. То есть это головокружение, это головные боли, это какие-то тормозящие какие-то реакции. Так, вот, если бы мы обладали, допустим, вот мы идём в магазин, да, вот у меня есть знакомый, знаете, как он делает? Он с собой маятник носит. И вот что-то есть, он его берёт маятник и проверяет. На него смотрит, ну, на это не обращают внимания. Вот. И маятник, если, значит, туда или туда, да, это же мы знаем. Вот так он проверяет. доброкачественная или нет доброкачественная продукция. Всё. А чём мы делаем? Мы же не знаем. Мы берём, ну, на вид вкусное, да. То есть, понимаете, как это делается. Ну, вот таким образом. То есть, есть люди, которые, допустим, ну, минные поля какие-то, да. Ну, он может пройти мимо этих мин, и ни одно не задеть. Он их видит на тонком плане, эти мин. Он видит, допустим, в непроходимых каких-то лесах, он может найти тропинку. Она может его вывести. Вот у него есть какое-то тонкое понимание. Куда-то мы заехали, понимаете, заехали и забыли там. Вот, то есть, бывает такое, туда-сюда, туда-сюда, вот, вихляем, а потом забыли, как обратно выехать. Ну, вот, есть такое понятие, да. Можно на тонком плане это все определить. Так, ну, давайте посмотрим, есть ли вопросы, потому что я тут что-то много говорил. Вопросы есть? Вопросов нету, судя по всему. Я не вижу вопросов. все понятно, да? Ничего не понятно, как всегда. Вопросов нет. Друзья, есть вопросы? Задавайте. Если нет, тогда мы закончим. То есть, иными словами, если мы все эти вещи будем, как бы, ну, совершенствовать, то мы можем быть, ну, скажем, находить людей, мы можем находить склады, мы можем находить, ну, не знаю, то, что мы хотим, травы находить и так далее. Ну, а дальше все понятно, это, наверное, в следующий раз мы с вами поговорим о чакрах, которые всем как бы известны, но известны они, условно известны, да, потому что ведь мы не говорим, ну, вот, пример, да, Молодхара, возьмем Молодхару, первая чакра, корневая чакра, ее называем, вот, кем она, допустим, кого она представляет, Молодхара, да, ну, поскольку она на санскрите, это слово санскритское, Молодхара, она же должна иметь смысл, так вот, оказывается, оказывается, и вот это тоже не везде есть, или там практически нигде нет, то есть она является представителем богини, богини материальной энергии, Лолита Дэви, богиня материальной энергии, дальше, богиня алхимии души и тела, ты скажи об этом, богиня алхимии души и тела, а что это вообще такое, то есть, как бы люди не особо поймут, о чем вообще идет речь, вот, а имеет имя, она имеет свое имя, и третья, Молодхара чакра, поскольку это нижняя корневая чакра, это имеет отношение к кому? повелителю смерти, или богу Яма Радж, Яма, это настоящее смерть, вот, Радж это повелитель, ну, Радж, царь, царь смерти, короче говоря, или бог смерти, ну, это где-то есть, ну, редко, да, встретишься, вот, дальше, чем она управляет, она управляет, оказывается, отжисом, а мы что, знаем про отжис? Да спроси у медика, что такое отжис, а он не знает, что такое чакра, не то, что отжис, да, какой отжис, оказывается, есть отжис белый, оказывается, есть отжис красный отжис, отжис, она, вот этот белый отжис, синтезирует тот самый красный отжис, да, и вот духовные практики, духовные практики, они, как сказать, сесть, я тоже могу еще до сих пор сесть, нет никаких проблем, и сидеть долго в позе лотоса, не полу лотоса, а лотоса, под маслом, вот, ну и дальше что, ну это хорошая поза там для циркуляции, энергии, да, все верно, то есть она как бы, никто не спорит, но эти позы, которые мы делаем, сгибаемся, разгибаемся, она здесь никак не храняет от, там, скажем, от смерти, я помню, он у нас выступал на канале, я был знаком, меня познакомили с Сашей Кузнецовым, ну, известный актер, он умер, недавно, вот, он был йог, там, сколько ему, около 60 было всего, да, ну и что, и он в это 60 лет, это, сгибался, разгибался, но, тем не менее, его не могли спасти, и тут разные причины, а весь был йог, весь из себя, и как бы знал, и все, и занимался, ну, к сожалению, вот, ну, я с ним не так много был знаком, подружились, но не было времени вот это все, как бы сказать, рассказать, тем более, что он занят, снимался, там, вот, поэтому, йогические техники, имеется в виду, йога, это соединение, это не, это так переводится, просто соединение, и вот эти йогические техники, имеется в виду, большей части духовные техники, а не физические, да, и вот, вот этот белый отец, о котором мы поговорим в следующий раз, он должен циркулировать постоянно, и он циркулирует постоянно вокруг молекул ДНК, да, ДНК, обеспечивая защиту и восстановление части утраченных теломеров, потому что при делении клетки, при делении клетки, они постоянно делятся, клетки, то теряется часть теломеров, а теломераза, да, есть такое, это слово такое, теломераза, мы об этом говорили как-то с Сифанским, то есть это именно наша продолжительность жизни, понимаете, то есть это все очень и очень серьезно, это все очень и очень связано, ну и когда вот эти клетки при размножении, они теряют часть своих теломеров, так или иначе, да, то они теряют одновременно способность в защите от разрушительных факторов внешней и внутренней среды и выведению шлаков в организм и так далее. Дорогие друзья, ну, наверное, все достаточно на сегодня, тут много чего можно еще рассказывать, я смотрю, вопросов у нас нет, да, да, я благодарю вас, это, да, это один из нарядов, которые, восточный, который я, так сказать, ношу, и вот это вот все то, что стоит, это, это не все еще тут у меня, в других местах и так далее, на рабочем, так сказать, столе, в офисе и так далее. Дорогие друзья, я благодарю всех за внимание, хороших всем суббот и хороших выходных, завтра мы встретимся, завтра у нас будет три программы, поскольку, насколько я помню, на этом канале у нас будет программа по поводу кармы, вот, у нас будет программа с Олегом Пивоваровым, продолжение программы про вот этот мистический институт Анненербе, вот, эзотерическая институт, и у нас будет медитация, завтра Рита Борн будет проводить. Все, всех благ, пока! Субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok, Продолжение следует...